Льготы по оплате за детский сад в Ижевске сохранятся. Такое решение сегодня приняли депутаты городской думы. Новый закон об образовании, который начал действовать с 1 сентября, отменял обязательную компенсацию платы за детский сад. Прежде всего, это коснулось многодетных и малообеспеченных семей. Именно они были основными льготниками программы. С учетом выросшей платы за сад, для многих семей пребыванием там ребенка стало не по карману. Решение депутатов – половину месячной стоимости город будет возвращать из своего бюджета. Дети должны ходить в детский сад. Не надо выплачивать компенсации, как делается в других регионах, чтобы мамы сидели дома и водились с детьми. Дети должны воспитываться в социуме, они должны быть готовы выйти в жизнь. Ижевских депутатов интересовал и еще один острый вопрос – как обстоят дела с ремонтом городских дорог. В этом году на эти цели выделили рекордную сумму – 660 миллионов рублей. Из них 326 – на ремонт и благоустройство. Остальная часть была запланирована на текущее содержание налоги. Как и читался глава управления благоустройства города Михаил Тарасов, за лето удалось сделать многое. Помимо центральных магистралей, в городе активно ремонтировали окраины. Улицы Ливаневского, Камбарска и Соборова теперь могут похвастаться новым асфальтом. В следующем году приступят к реконструкции Карла Маркса. 26 крупных объектов уличной дорожной сети в этом году у нас подлежат ремонту. Из них осталось на сегодня, на ближайшее время нам завершить три объекта. Какие дороги надо отремонтировать в первую очередь, жители Ижевска в этом году решали сами. Проголосовать за ремонт той или иной улицы можно было на одном из городских сайтов. Желающих поучаствовать в судьбе родного города было предостаточно. Уже решено на следующий год голосование возобновиться. Софья Цыгвинцева, Юрий Зелененький, телеканал «Майя Удмуртия». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!